Нет времени объяснять, что, почему и зачем, поэтому просто посмотрите этот ролик. Следующим за ним выйдет ролик, в котором будет гораздо больше объяснений и ответов на вопросы, а как так вышло. А в этом ролике давайте я просто по фактам все разложу. Смотрите. Первое. Вы знаете меня как преподавательницу английского языка, и это так. У меня есть школа английского языка, онлайн-школа, и у меня есть студенты, которые занимались в группах, которые занимаются индивидуально. Так вот, занятия в группах на данный момент приостановлены. Занимаются с меньшей периодичностью и так далее. Какие-то студенты в ощутимом количестве хотят получить свои деньги назад, хотят сделать возврат. Я вас понимаю, ребята, я мне искренне про это отдельно скажу, что свои извинения и все вот это вот. Не суть, это не решает проблему, поэтому давайте сначала с проблемой. Итого по школе. Я, как создатель всего этого, должна моим коллегам-тичерам вознаграждение, которое они не получили. Многие из них выбрали идти со мной рука об руку, несмотря на то, что я сказала им то же самое, что говорю вам сейчас, просто во вторник. В ближайший месяц я не могу дать вам никакой конкретики, потому что мне нужно время, чтобы решить эту ситуацию. Мне нужно пообщаться с людьми, мне нужно обсудить, где я могу взять деньги, и как все это сделать так, чтобы все по возможности получили минимальное количество дискомфорта. Суммаризируя все это дело, в ближайший месяц я не могу дать конкретики. Как только будут новости, я вам об этих новостях скажу. Те, кто смотрит и не понимает, что происходит, те, кто не знал, что у меня есть школа английского, и те, кто сейчас думают какие-то странные вещи про то, что вообще происходит и как так вышло, про это будет отдельное видео. Следующее, три часа хронометража я наснимала вчера, расскажу во всех подробностях, как так вышло, какая моя мотивация, и зачем я закрываю и разрушаю то, что вообще-то могло бы приносить мне много денег, много, наверное, благодарности и уважения, а в итоге приносит грусть, стыд и необходимость решать много проблем. Но тем не менее. Обращаюсь к тем, кто не знал, что у меня есть школа английского, а при этом хочет у меня учиться. Да, прикиньте, у меня, у меня хватает дерзости предлагать сейчас учиться у меня. Я все еще классно преподаю английский язык, и все, кто связаны со мной, все еще классно это делают. Я просто не хочу закрывать направление индивидуальных занятий, просто потому что это та ниточка и та часть меня, которую я хочу оставить живой. Групповые занятия абсолютно все я хочу закрыть после того, как отучатся ребята, которые уже у меня учатся, они учатся до конца декабря 2023 года, после этого групповые занятия я закрою. Индивидуальные занятия остаются, поэтому, если вы хотите учить английский индивидуально, приходите. Не знаю, я почему-то смягчаю все это какими-то ржачими и шутками, хотя в моей собственной голове это ни одно не исключает другого. Ну, как бы, да, я хреново распорядилась этим бизнесом, а при чем тут уроки и знания, которые получают мои студенты и результаты, которых они добиваются. Если индивидуальные занятия со мной и ребятами, которые настолько, блин, вот про это я не могу сказать бескорыстно, что они ведут уроки со студентами, не зная, когда им в следующий раз вообще дадут деньги за это. Хотите работать с такими преподавателями? Давайте, кто любит мне писать про то, что настолько деньги волнуют, а прогресс студентов и вообще какой-то вклад в этот мир нет? Идут ли себя так люди, которые не хотят сделать ничего хорошего для мира и для людей вокруг? Это та ситуация, в которой сейчас, прямо сейчас нахожусь я, мой партнер по бизнесу Иван Виндер, многие из вас его ненавидят. О, как вы будете ошибаться после следующего видео. Я просто вам расскажу правду, которую вы не знаете. Я вас не осуждаю. В общем, да, это та ситуация, в которой прямо сейчас нахожусь я и, соответственно, мой бизнес. Ситуация интересная. Я вам сказала уже свои планы на то, что я планирую делать с моей школой английского. Все подробности в ролике, который я сейчас монтирую, в котором три часа я рассказываю вам о последнем годе своей жизни, о всех колебаниях, переживаниях, факапах, ошибках и, самое главное, уроках, которые я оттуда вынесла. Это самое искреннее и самое значимое видео, которое будет лежать на этом канале, как только оно выпустится. Прямо сейчас я горжусь так роликом про плейлисты. Так, идем дальше. Я прям написала планчик, чтобы снова не получилось разговора на три часа, а то ведь я умею. Отдельным пунктом, на всякий случай, давайте проясним один момент. Я беру на себя ответственность за все, что сейчас происходит. Ни вселенная, ни звезды, которые сошлись не тем созвездием, ни какие-то обстоятельства непреодолимой силы и что-то еще привели к этой ситуации. К этой ситуации провели мои действия, а точнее бездействия, решения, а точнее избегание решений и много других вещей. Я дееспособная, взрослая женщина, и я создавала все это, абсолютно все, что связано с этим каналом и с моим именем, Марины Горской, этим брендом, ради того, чтобы принести в этот мир что-то классное. И несмотря на то, что да, этот проект я закрываю, оставляю только то направление, которое значимо исключительно для меня, я не считаю все это провалом. Я совершила много ошибок. Прямо сейчас из-за этих ошибок, наверное, десяток людей, если не больше, испытывают дискомфорт. Мне жаль, ребята. Я прошу вас прощения, и я надеюсь, что вы меня поймете. Все, кто пишет о возвратах, все, кто хочет вернуть деньги, ребята, я верну вам эти деньги. Уже сказала. Прямо сейчас. Какое сегодня число? 20... 30-е! Ох, точно, День Победы в Турции. 30 августа 2023 года я говорю, что в ближайший месяц я не знаю, что будет. У меня сейчас на счете 30 тысяч рублей, складывая вообще все счета российские, иностранные. Сейчас мне не есть чего. Но этот вопрос я уже решаю. Поэтому скоро вы получите свои возвраты. Буду держать вас в курсе. Те, кто занимаются индивидуально, ваши занятия продолжаются. Я не буду закрывать эти занятия. Я не буду закрывать это направление. Хотя с точки зрения бизнеса как раз-таки закрыть надо все. Но я сказала это нашим титчерам, и я говорю это вам. Я не буду закрывать это направление. Оно для меня социально значимо. Оно для меня просто по-человечески значимо. Поэтому оно будет. Поэтому если вы занимаетесь сейчас у меня, не волнуйтесь. В следующем месяце у вас не закончатся занятия. Если вы не занимаетесь у меня, но хотели бы, но сейчас из-за всей этой ситуации вы хотите подумать, как говорят. Дело ваше. Подумайте. Я все еще стою на своем о том, что мы крутые. Мы крутые и мы офигенные. И мы одна из лучших школ английского, которую я знаю. Подумайте, это ваше право. И абсолютно я валидирую и признаю то, что ваше право не доверять мне, не доверять моим проектам. Но я говорю с вами честно. Я говорю как есть. Я говорю, что это вещь, в которую я вложила свою душу. И именно поэтому я и не хочу закрывать индивидуальные занятия. Чтобы люди, которые хотят заниматься со мной, могли это делать. Дальше решать вам. Заявку можно кинуть по ссылке внизу. Дальше. Как вы поняли, меня не так сильно волнует то, что конкретно мне не на что жить в следующем месяце. Этот вопрос я решу. А как то, что мои ошибки в итоге причиняют дискомфорт людям. Я этого не хочу. И меня расстраивает то, что прямо сейчас, в данный момент, я, увы, не могу на это повлиять. Поэтому я открываю донаты на это. Я посмеялась так, знаете, как будто оправдывая стыд. Но мне не стыдно, честно. Потому что я с вами честна. Поэтому мне не стыдно, кстати. Просто как будто, ну, нужно стыдиться. Типа, оу, ты совершила ошибки, а теперь мы должны платить за них. Нет. Вы не должны. Но если вы хотите помочь мне, если вы смотрели мой канал, если вам нравится мой контент, да что уж грехотеть, если вам нравлюсь, симпатикирую я. Вы можете помочь мне по-человечески. И та помощь, те донаты, которые вы кинете мне, они пойдут на возвраты студентам, которым я должна деньги, вознаграждение моим коллегам, которым я также должна деньги, и которые ждут, ждут, и которые ждут, которые занимаются с вами, не знают, не знают, когда, когда они вообще что-то получат. Для этих донатов я, скорее всего, сделала бусти, чтобы вы могли, во-первых, тречить, и видеть, как вы вкладываете и помогаете конкретно кому-то, а не просто в общую штуку. Можете донатнуть на выплаты Марко, можете донатнуть на мои долги Екатерине. Те, кто знают и учился у меня, вы знаете, что происходит. В общем, вы можете помочь конкретным ребятам, которые невероятные герои на самом деле, потому что последний год был самым турбулентным годом в моей жизни, и, соответственно, самым турбулентным годом вообще в моей карьере. И то, что эти люди шли этот путь, я удивлена, я удивлена, и я в восторге от того, что многие из них продолжают идти этот путь вместе со мной прямо сейчас. Вы можете помочь им, вы можете помочь мне, приближая момент, когда я перестану грустить и испытывать дискомфорт и стыд за то, что моя ошибка в итоге причиняет дискомфорт другим людям, и вы можете помочь этим людям просто поскорее получить назад свои деньги. Так что, суммаризируя этот разговор про донаты и прочее, я начала вести этот канал, чтобы оставить какую-то пользу после того, как я уйду из сферы преподавания английского языка, потому что я отдавала себе отчет даже когда начинала этот канал, что я точно не буду заниматься этим всю свою жизнь. Я даже думаю доснять кое-какие видосы про английский, потому что мне грустно, что эти знания просто останутся во мне, и никто не сможет ими воспользоваться. Я хочу ими поделиться. По этой же причине я оставляю индивидуальные занятия. Я считаю, что я сделала много. Сделала много бесплатно. Если вы хотите помочь мне, это бескорыстно, как многие любят говорить, поэтому если все это время вы ждали момента, когда ваша помощь будет ценна и невероятно полезна, сейчас этот момент. Если когда-то вы хотели мне помочь, если когда-то вы хотели сделать для меня что-то классное, что-то приятное и что-то хорошее, сейчас этот самый момент. Помогите мне поскорее решить эту ситуацию, помогите мне поскорее как минимум решить вопросы возвратов и дискомфорта других людей. Это самое ценное и самое крутое, что прямо сейчас вы можете сделать для меня. Следующее, о чем я коротко, но все же хочу сказать в этом видео, это чуть-чуть о причинах всего происходящего. Год, что меня не было на канале, я жила в невероятной боли, потому что меня разрывало две диаметрально противоположные идеи. Я понимала, что у меня канал про английский язык, что все знают меня как преподавательницу английского языка и так далее, и, наверное, надо развивать это направление, наверное, надо продолжать его монетизировать и так далее. Но дело в том, что я к нему перегорела. Я не хотела развивать этот бизнес, я не хотела монетизировать этот проект. Я всегда хотела делать что-то значимое. Да, я зарабатывала с этого деньги, но я чувствовала вклад в общество, я чувствовала пользу, которую я и мои ребята, мои коллеги, мы приносили людям. Я видела, как мои студенты поступали в международные, народные университеты, иностранные в смысле. Я видела, как наши студенты сейчас продолжают поступать в эти университеты, эмигрировать, получать классные работы, проходить собеседования, сдавать экзамены, IELTS и прочее. И меня невероятно радовало это. А вот делать крутой бизнес, крутую школу английского языка, ну, будем честными, сейчас я понимаю, что и навыков мне действительно не хватало, но это я подтянула за этот год. А летом стало понятно, что еще и не в навыках дело. Дело просто в том, что я не хочу. Поэтому не получается. Поэтому тяжело. Поэтому мучительно. На одном из ивентов, которые я проводила, по-моему, на самом главном навыке, я говорила вам, ребята, если не нравится, меняй. Я хочу жить философией, которую я транслировала вам. Но меняй, если не нравится. Если плохо, пробуй новое. Именно этим я сейчас занимаюсь по жизни. И мой путь в английском, в принципе, начался с того, что мне самой было интересно во всем разобраться. Мне самой было интересно понять, как происходит процесс преподавания, как учатся студенты. Мне было интересно. Мне больше не интересно. У меня все еще есть мои знания. Я все еще обладаю очень классными штуками, которые не делают многие люди. Но лошадь сдохла. Слезь. Я слезаю. Слезаю болезненно. Это причиняет боль другим людям, как я уже сказала, дискомфорт моим студентам, моим коллегам, титчерам. Но я выбираю жить своей философией. Я выбираю быть, как говорится, bold, быть смелой, не бояться, не бояться высовывать голову и не бояться менять что-то. И не бояться, знаете, самое главное, следовать своему собственному совету. Я, ребята, советовала вам менять то, что не нравится. Давайте-ка я сама последую своему совету. Те, кто подписан на меня в Телеграме, вы, скорее всего, видели, что меня так колупало периодически в этом году. То в одни штуки, то в другие, то в коучинге, то в вещи по саморазвитию. Теперь, я думаю, вы лучше понимаете, что именно произошло и почему такие мысли были в моей голове. Если не понимаете, давайте на всякий случай поясню. Я себя искала. Я искала то, что, да, будет приносить мне деньги, но то, во что я буду верить и что будет гореть передо мной, как пламя, которое указывает мне путь, что-то, что зажигает мне сердце. И, знаете, мой самый главный страх в жизни, начиная лет с 13, был остаться без средств существованию и без понимания, на что я буду жить в следующем месяце, как мне выживать. И я счастлива, потому что сейчас мне 24. Я в чужой стране, которая постепенно становится своей. И я чувствую гораздо больше счастья, гораздо сильнее верю в себя и гораздо могущественнее себя чувствую, как будто у меня крылья за спиной есть. Несмотря на то, что на моем счету нету и 30 тысяч рублей. А если те деньги, которыми я реально могу пользоваться, то и 5 тысяч рублей. Я ни о чем не жалею. Я признаю свои ошибки. Я должна деньги многим. Я совершила много ошибок. И если бы я могла вернуть все назад, я бы ничего не меняла. Потому что есть еще одна вещь, о которой я вам говорила, ребята. Не бойтесь ошибаться. Не бойтесь. Даже из этой ситуации я абсолютно точно выйду. Ну, мне 24, я не планирую как бы бомжевать. Так что это, собственно, еще одна вещь, которая является отличной подводкой к тому, что я сбила себе режим. Я уже несколько, почти неделю я ложусь в 5-6 утра. Мне это не нравится. И поэтому, как я планировала сделать еще в 2020 году, я запускаю клуб хороших привычек, саморазвития и всего вот этого вот. Я знаю, что кто-то из вас может подумать, что типа, воу, Марин, это перебор. Типа, у тебя жопа в одном проекте, и ты такая типа, ой, дай мне деньги. Нет, прикол не в этом. Для меня дело в том, что, ну, мне реально легче встать. И легче лечь спать вовремя, когда я знаю, что у меня есть группа людей, которые пришли, чтобы улучшить свой путь, улучшить свою жизнь, улучшить свой режим, прокачать свои привычки, свою жизнь и так далее. И я их собрала, а они мне еще и деньги дали. Ну, прикиньте, не проснуться утром, проспать. Мне сложнее так сделать. Именно по этой причине я эту штуку открываю. Я не знаю, может, никто это вообще не будет делать. Ну, окей, тогда буду делать это со своими друзьями. Но кто я такая, чтобы себя ограничивать, и кто я такая, чтобы принимать решение за вас? Вы решайте. Я приглашаю вас присоединиться ко мне. По ссылке внизу на Boosty тоже там будет описание того, что это такое, что мы будем делать с вами. Если коротко, будем работать над режимом дня, над режимом сна и отдыха, над тем, чтобы правильно питаться. Под правильно я подразумеваю не какие-то диеты, а, ну, вообще регулярно более-менее питаться. А то я иногда, знаете ли, один раз в день ем. Вот сегодня я только мороженое съела, две штуки, а время 7 часов вечера. Вот если вдруг у вас такое же, залетайте ко мне. Возможно, я еще свою замечательную подругу Машу, нутрициолога, позову, если нас будет много таких, которые не освоили питание. Будем вместе это улучшать. Будем заниматься mindfulness, будем заниматься работой над своими целями, будем заниматься... А, самое главное, вы будете видеть, как я выхожу из своей ситуации. Я сильно сомневаюсь, что с этого клуба я получу какие-то большие деньги. Скорее всего, они не закроют даже те деньги, которые я трачу на своих психологов, психиатра и лекарства. Поэтому, как я уже сказала, я делаю это платно, просто потому что я знаю, что бесплатно мне будет лень. Бесплатно мне лень. Поэтому я приношу свою жертву в виде ответственности в таком плане и предлагаю вам присоединиться ко мне, тоже принеся такую жертву. В общем, будем работать над собой, созваниваться на мастер-майндах и идти к своим истинным ценностям. Это, кстати, я тоже хочу с вами сделать. Кайдзен будем внедрять. Короче, все вот это вот, все, что я хочу внедрить в свою жизнь. Смотрите, ребят, я признаюсь открыто, я супер эгоистичный человек. Я начала преподавать английский для того, чтобы просто лучше в нем разобраться сама. И я верю в то, что это философия, которой нужно жить. Если каждый человек сделает свою жизнь такой, чтобы быть в ней максимально счастливым, при этом, ну, ограничиваясь рамками уголовного налогового кодексов и, с другой стороны, какой-то нормой морали и социальными нормами базовыми, я верю, что это был бы мир, в котором жилось бы гораздо приятнее и комфортнее. Я давно хотела сделать этот клуб. Сейчас я говорю про него. Несмотря на то, что я знаю, что это будет выглядеть супер-контровершал, супер-инфо-цыгански, мне пофигу. Я просто хочу, знаете, вот я просто хочу. Мне этого достаточно. Если вы тоже хотите научиться делать просто то, что вы хотите, давайте со мной. Про успешный успех. Я знаю, что те тоже, кто плотно следили за мной, вы видели, что в том числе я писала о том, что я позволяю себе штуки, которые я никогда раньше не позволяла, как то там ювелирные украшения, бриллианты и прочее. Я расскажу про это отдельно. Эти вещи я позволяла себе в кредит. Можете писать о том, какая я тупая, но я еще раз говорю, если бы я могла вернуть все назад, я бы поступила абсолютно так же. Про это тоже будет в других роликах. Но самое главное и самое ценное, что я сейчас вижу, это то, что успешный успех это странное понятие для меня. Потому что я знаю, что успех это ровно одна вещь. Успешный человек это счастливый человек. Прямо сейчас я нахожусь в самой успешной точке моей жизни. Я знаю, звучит странно. Год назад, если бы мне вот сказали, что я буду в такой ситуации, я бы нервничала и ужасно переживала, и мне было бы жутко страшно. Но сейчас я здесь, я сильнее, чем когда-либо, и мои глаза горят, чтобы исследовать этот мир, чтобы помогать людям, чтобы получать в обмен на ту помощь и на тот результат, который я даю другим людям, вознаграждение, деньги, признание и другие классные штуки. Я люблю этот мир, и я в ожидании новых приключений, которые, которые со мной будут, и которые я буду создавать в своей жизни. Вот так. Поэтому, дорогие зрители, если вы смотрите сейчас и в любом случае будете зрителями реалити этого, потому что я хочу исследовать жизнь, я хочу быть искренней с собой, искренней с вами, и я хочу снимать про это видео. Захочу снять про английский, сниму и про английский. Но я больше не считаю для себя это обязательной вещью, обязательным пунктом. Вы меня поняли. Не могу не сказать и благодарности. Не могу не сказать спасибо всем студентам, которые пришли учиться в мои проекты и всем студентам, которые сейчас ждут новостей, думают обо мне вообще. о том, скатилась я или нет, не знаю, там, предатель я или нет. Спасибо вам. Спасибо за то, что вы поверили в меня когда-то. Если вы во мне разочаровались, я вас не сужу. Спасибо вам за то, что вы смотрите это видео. Спасибо вам за то, что через большую череду событий, цепочек, так или иначе, вы причастны к тому, чтобы я оказалась в этом моменте своей жизни. С этой энергией, с этой силой и с этим энтузиазмом продолжать свой путь. Спасибо каждому из вас. Я желаю добра абсолютно каждому из вас. И тебе, Юля, и тебе, Майкл, он же, Михаил, он же, Мишель, и вам, Константин Абрамов. И, конечно, это, если что, это люди, которые меня хейтят периодически. У меня есть три любимых таких. Я не понимаю мотивацию этих действий, но, видимо, я им чем-то не нравлюсь. На самом деле, вот это я, кстати, могу понять, потому что, ну, во мне очень много вещей, наверное, которые могут не нравиться. Спасибо вам троим. Спасибо всем вам остальным. Каждому из вас. Потому что каждый из вас был в нужный момент на своем месте для того, чтобы жизнь была для меня такой, какой она прямо сейчас является. Спасибо вам за те уроки, которыми вы меня научили. Спасибо вам за те выводы, к которым я смогла прийти, благодаря вашему участию в моей жизни. Я благодарю каждого из вас. Я еще раз напоминаю про донаты. Как я уже сказала, из них я не буду брать деньги себе. Из этих денег я хочу возвращать долги всем тем, кому я должна по моей школе английского. Поэтому помогите мне поскорее вернуть эти деньги ребятам. Я буду вам за это благодарна всегда. Всегда. Ну и до скорой встречи. Я вернулась. Это перезапуск канала Марина Горская. Кстати, вы знали, что я Егорова? Я знаю, что многие знали, но если не знали, я Марина Егорова. Марина Горская это никнейм, о котором я, возможно, когда-нибудь вам расскажу, как он появился. Но не удивляйтесь, если в какой-то момент увидите переименованный канал. Я подумываю об этом. Всегда ваша, Марина. Хоть Егорова, хоть Горская, хоть какая угодно. Всегда искренняя и всегда ваша. Пока.